друзья мои всем привет сегодня будем делать очередную вкусняшку в общем мама привезла мне немного овощей выросли у нее там чуть-чуть на огородике помидорки и перчик огурчики были огурчики я сделал отдельно так сейчас будем делать перчики вместе с помидорками и еще мне понадобится чесночок вот это 4 зубца это одна головка такая была довольно таки крупный укропчик черный перец горошком лавровый лист соль сахар уксус ну как всегда в описании оставлю рецепт так все я уже помыл теперь нам нужно распотрошить перчик все ингредиенты готовы баночки помыл банки под крышку твистов 067 все сейчас аккуратненько укладываю все ингредиенты в банку а далее уже буду готовить рассол так ну здесь вообще все совершенно совершенно просто черный перчик горошком так импровизировано далее чесночок на дно вот так вот укропчик обычный пару веточек вот лавровый листик обязательно я люблю один лавровый листик вот так это все на дно положили теперь что берем помидорку вот говорят про прокалывание помидоров что надо прокалывать помидоры типа потому что они лопаются а когда проколешь лопаться уже несколько раз пробовал и читал тоже что пофигу типа прокалываешь сломал зубочистку прокалываешь не прокалываешь все равно они короче лопаются и ничего с этим не поделаешь ну вот возьму ради интереса еще прокалю хотя уже пробовал и блин зараза все равно они лопаются так как будем класть помидорки вместе с перцами чтобы это и красиво выглядело все и было достаточно и было достаточно плотненько вот так вот сейчас перчик и сюда перчики и плотно красиво если что-то перчик можно порезать так чтобы получше влезла побольше и помидоры получатся такие с чесночно перцовым вкусом я вообще люблю вот помидоры именно с болгарским перцем ну и чтобы и чтобы чесночок так сейчас еще вот так укропчика сделаем это тоже для красоты но и для вкусноты так вот в край что тут еще кусочек перчика сюда ну вот этого наверно будет вот так достаточно вот таким образом будет достаточно ну и все так вот каждую баночку укладываем банки все готовы поставил кипятить крышки пока крышки кипятятся сейчас приготовим рассол вода ну комнатная температура такая градусов может 30 в общем на 1 литр воды 50 грамм ой на 1 литр воды 30 грамм соли 100 грамм сахара и 50 миллилитров девяти процентного уксуса здесь у меня воды 2 литра значит умножаем все на 2 растворяю в воде соль сахар уксус и заливаю баночки залил маринадиком заливаю вот так вот по вот это вот колечко маринадом отлично все будет вот так все сейчас крышки закипят полторы две минуты прокипят кольцо уплотнительное размякнет и закрываем наши вкусные баночки все вот такая красота получилась закрыл теперь ставим автоклав и начинаем уже автоклавировать консервировать стерилизовать баночки в автоклаве начинаем сейчас работать в автоклаве залита 9 литров воды как всегда в общем все как всегда работаем на автоматике сейчас крышку только закрою так включаем как у нас автомат среда паровая продукт у нас овощи банки ставим минимальные 0 35 окей окей все подтверждаем все подтвердили отлично начинается продувка сейчас выйдет весь воздух пар весь воздух выгонит через вот этот шланг он там будут бульки закроется у нас дышащий клапан и начнется приготовление 10 минут на стерилизация при температуре 100 градусов но я думаю 10 минут это многовато для помидорок хватит и минуточек пять все клапан закрылся началась продувка температура 74 градуса сейчас как выйдет весь воздух автоматика подаст нам сигнал что закрыть нужно вот этот кран ну и дальше она будет работать сама в какая кукурузка красивая стоит обалденно все видите автоматика подает нам сигнал чтобы мы закрывали кран потому как продувка завершена сейчас температура 98 температура дойдет до 100 включится обратный таймер и 10 минут будет идти стерилизация при 100 градусах я думаю помидоркам 10 минут при 100 градусах это очень много хватит наверное пять минут это может даже и поменьше открыл я при температуре 90 сейчас чуть пар выйдет буду вытаскивать нельзя их долго держать а то переварится в хлам ну что друзья ну не совсем конечно еще прошло время но пора уже дегустировать уже нет сил терпеть вообще конечно хорошо чтобы хотя бы месяцок эти баночки постояли ну прошла неделя вот они все замечательные крышки вогнуты все очень и очень красиво вообще помидоры подольше подольше должны стоять я сейчас выберу здесь какие наверное может помельче вот такая красота смотрите так вот тут один у меня был порезанный тут один лопнутый а вот тут лопнутый есть и помельче сейчас будем пробовать помидоры они довольно таки долго маринуются ну вот так сейчас ну что ты будешь делать у как засосало блин от души вообще какой аромат друзья пахнет просто супер полы эти задолбали скрипеть если честно куда от них деваться так сил никаких нет так сейчас перчика положим несколько штук вот перчик а вот он у нас помидорчик как раз на нем там кожица лопнула и потом еще рассольчик попробуем смотрите как все это выглядит так баночка вот она помидорина то что скрипите на так давайте сначала перчик пробуем перчик чудесный хрустит не сварился такой как положено немного аль денте класс перец вот так теперь помидорину сейчас я с нее кожу сниму чуть-чуть вот эту так ну что ребят пробуем помидорину офигенно помидор охрененный рассол супер просто ребята блин помидор класс помидоры получились прям мне лучше понравились даже чем огурцы обалденно просто супер вот это оставлю на вечер с картошечкой даем класс всем советую ребята всем советую вкусно от слова очень вообще я не ожидал и рассольчик такой обалденный бомбический прям получился класс класс ну хотя в рассоле я был уверен все ребята рекомендую вам всем купить автоклав по моей ссылочке в описании обязательно обязательно вам будет скидка если если покупаете по моей ссылке на официальном сайте так же если покупаете по моей ссылке на официальном сайте самогонный аппарат вень 6 или вень реформам также будет скидка обязательно проходите покупайте а я вам говорю до свидания до новых встреч с вами был витальсон два пальца вверх и быть добру друзья быть добру до новых встреч с вами был витальсон 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 витальсон